Это берег Рубского озера. Сюда на выходные приезжает молодая пара. Вместе отдыхают и работают. Сейчас занимаются реставрацией парковых скульптур советской эпохи. Людмила Август художник-декоратор. Для нее искусство не имеет никаких границ, хотя и работает на заказ. Творит исключительно по собственному желанию. Клиенты никогда не знают, что получится в итоге, но уверены, это будет эксклюзив. Тема ее картин, как правило, природный декор макромира, порой в непривычном контексте. Скульптор Артемий Черкасов – самый близкий человек и главный помощник Люды. Они вместе открывают мир искусства. Мир, где краски поют, танцуют и даже парят в воздухе. Мы встретились с Людмилой вскоре после осуществления ее заветной мечты. Свою новую работу «Краски ветра» художница сделала на высоте 2500 метров во время долгожданного прыжка с парашютом. Идея была такая, что к касту были привязаны кисти, то есть в кистях тут находится как раз отверстие, и они как бы болтались так в воздухе. В самом самолете уже был сделан зеленый такой яркий набросок, потому что я подумала, что вообще получится, не получится, хоть может хотя бы это там останется. На всякий случай это была такая маленькая страховка. И кисти обмакнули в краске. Но эксперимент не настолько удался, сколько хотелось. То есть, в общем, все краски оказались не на холстах, а на пираторах. По словам тандем-мастера, вместе с которым Людмила осуществляла прыжок, с такими нестандартными идеями к нему еще никогда не обращались. В принципе, все такое безумно интересное, то есть необычное, мне самому нравится. То есть, чем интереснее идея, тем она лучше. Мне достаточно идея понравилась. И воплотить ее почему бы нет. Небо для Людмилы Август – это мгновенное превращение. Невероятный необъяснимый поток эмоций она пыталась отобразить на холсте, выливая и разбрызгивая краски. Контролировать процесс приходилось Сергею, ответственному за этот творческий акт. Он кричал, не трогай стропы, потому что у меня все руки были в краске, а у меня это все натушило. Я держала кричьи, лед, а не надо. Все, говорит, все, теперь спокойно, можешь работать. Да. Самым сильным впечатлением художницы стало ощущение невесомости. Кайф. Это был вечный кайф. То есть, там такая бездна, в которую все время хочется возвращаться. То есть, вот несколько секунд свободного падения, по-моему, 29, это ощущение невесомости. Оно после прыжка остается где-то примерно в течение недели. То есть, я ходила и все время находилась в этом, да, 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 в этом свободном падении, потому что все время чувствуешь какие-то вибрации ветра. Вот в течение вот этих, ну, не знаю, там, 5-7 дней, то есть, вот все время находишься в невесомости. Восторженный автограф художницы удалось поставить еще до приземления на высоте тысячи метров. Поэтому, уверяет окрыленная девушка, работу надо усложнять, брать больше красок и хотя бы несколько холстов. Конечно, я хочу летать и рисовать. Это естественно. Это, по-моему, нормальное желание. И как можно чаще. Наверное, я бы совершенствовала эту свою технику. Вот. Но это как, не знаю, когда пустит небо. Исполнять свои мечты, по мнению Людмилы, необходимо как можно раньше, ведь они существуют только для того, чтобы сбываться. Надо делать. То есть, независимо от того, что у тебя получится, кто как на это реагирует, что кто про это скажет. То есть, мне, внутри меня хочется это сделать, я это делаю. Вот. Что дальше из этого получится, я не знаю. То есть, это так часто происходит. Субтитры сделал DimaTorzok И на Сардейске Андрея Семен-Волкова, Доба Иванова. Субтитры сделал DimaTorzok